6 апреля 2022 год. Солнышко, Артурио, я. Доброе утро, дорогие друзья. Приветствуем вас в городе-курорте Анапа. На календаре сегодня 6-е, 0-4, 2022 год. Температура воздуха плюс 8. Показываем на солнечке, мне кажется, гораздо больше. Машем ручкой Артурио и отправляемся вместе с вами на море. В шортиках прям вообще хорошо. Я не прогадал, могу тебе сказать. Доброе утро. Спасибо. Вот тоже наши подписчики. Круто. Вы посмотрите, кстати, как сосредоточено Артур ведет эфир. То есть он весь там, он даже когда с ним пытается разговаривать, когда у него в руках эфир, он все пофиг бросает работу, чтобы не пропустить ни одно ваше сообщение. Смотри, покажи Артур эту красоту. То есть начинается зеленое вот это растение. На дюнах сейчас дюны оживут, и они наконец-то станут прям зелененькие. Конечно, это просто фантастика. Слушай, а скоро потом они зацветут, это будет еще круче. Как сегодня, смотри, шелестит море, а? Птички поют. Ну весна же. Да, на самом деле. Все, уже лето, ребята. Уже лето. Собираем чемоданы. Еду на юг, да? Вот так вот, ребята. А вы пока еще сидите дома, опоздайте. Речка, может, ипсид сегодня. Чисто. У нас, видите, зелё, пляжик убирали, ребята. Сегодня посмотрим, как здесь убрали, потому что вчера пришли, расстроились, было очень грязно. Но это после шторма, такое, конечно, бывает. Надеюсь, что сейчас мы придем, и все уже чистота и красота. Нет, нам не повезло. То ли здесь уборщиков нету, то ли не везет этому пляжу. В общем, мусор весь на месте, который был. Смотри, видишь, Артур, вот черненькие точки. Это нефть. Вот нефтянка, видишь? Да, вижу. То есть не наступая. Вон крупные крапления. Ты ногами уже по ним топчешься, а потом машину мне понесешь. Посмотрите. Вот смотри, вчера нашел, я не знаю, что это. Посмотри, это пакет целый. Какое-то турецкое, что ли, производство. Может, ты разбираешься, как повар. Орехи, кстати, валяются. Ребят, кто любит орехи, можно прийти орехи пособирать. Смотри, что много орехов. И вот, посмотрите, весь берег, просто весь берег. Пришли пацаны покупаться на свалку. Ужас, да? Эх ты. Просто не знаю, как это прокомментировать. Очень печальный вид у берега. Очень много, видите, погибших мелких медузок. Он полностью туда, видите? Зато там трактор работает, дюна расчищает пароход на пляж. Лазурный берег. Ну, к ним особых притензий нет. Они все-таки бугарком сделали через дюну. Саму там немножко песочек счищать, чтобы не лопатками. Все равно трактора. Ну-ну-ну, нельзя на пляж выезжать. Лучше бы пляж убирали. Вот так вот, видео, чтобы на мусор, на нефть не наступить. Короче, экстрим местный. Вода холодная. Так, температура воздуха, мои дорогие, у нас возле моря. Сейчас на солнышке плюс 12,2. Сейчас мы с вами узнаем температуру водички. Итак, температура моря, кстати, поднялась. 10,2 градуса показывает. И само море, в принципе, чистое. Вот за исключением всяких разных еще мусорных изделий, которые в нем встречаются. Вот эти попадают еще к нам в кадр. Такая вот вещь. Но берег, конечно, здесь еще не убирался. Я все-таки надеялся, что уже по всему берегу пробежали, везде поубирали. Но нет, здесь прям не берег, а свалка. Сейчас с Артуром поговорю. Но я все-таки, наверное, пойду окунусь очень. Я скучаю по морю. Очень хочется почувствовать, как там. Дай вам показать. Итак, в правом углу ринга в красных труселях. Артур! Всем доброе утро! Доброе утро! Здесь меня зовут Юра. Всем здравствуйте, ребята! Здесь наши 400 человек, которые смотрят на море и ждут, как мы совершим заплывы. Всем привет, ребята! Лето Анапа! Друзья, плюс 10,2 температура моря. Плюс 12,2 температура воздуха. Вообще шикарные эмоции. Офигенное настроение. Я вам советую, ребят, если у вас есть возможность, делайте. Купайтесь, наслаждайтесь. Уже что? Да вот туда надо дойти, давай, чуть-чуть. Артур, мы к тебе верим. Артур! Это будет интересно. Давай, давай. Беги, Лола, беги! Дельфинчик! И как? Это Анапа, ребята! Анапа! Всем привет! Слышь, аж солнце испугалось, за тучу прячется. Все, ты пошел? Давай, пока! Ну, а мне еще чуть-чуть надо зайти. Наберемся храбрости, мужики! Ай, у меня просто рост повыше. Из-за этого приходится дольше идти. Водичка еще длинноватая. Ну, 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 класс! Ох! Фух! Когда купаешься редко, то есть ощущения, конечно, окунания в воду прям совершенно другие. Вперед, ребята! Да, ждем, конечно же, когда еще море поднимется у нас хотя бы градусов на 5. Ветра будет вообще идеально. Сейчас с большими перерывами, когда купаешься, все-таки тяжело. Но, ну, а так, эмоции. Море, солнце. Класс! Если бы еще дверик убрали, то вообще вот так. У нас... У машины едет потихонечку. Работы ведутся. Ждем этого очень сильно. Актор уже в полотенце там наслаждается. Ай, какая красота, ребята! В общем, не забывайте лайк и комментарий от вас обязательно. С Артуриком мы скупались. Вот это последствия. Вот так вот. Вторую покажи. И вторая нога. Я не знаю, как это даже комментировать. Хочется очень сильно материться. Вот мои ноги. Вторая. Вот так вот. Сейчас у нас прикольно по всему Черноморскому побережью. Поверьте мне, это не только в Анапе. Потому что выброс идет везде. Ну и мусор просто трындец. Вообще супер по поводу моря. А вот по поводу того, что вот это все осталось. В нефти неприятно. Не прикольно в нефти купаться, да? Да. Не доставляет удовольствия. И это очень обидно, что такие вообще вещи возможны на нашем побережье. Дорогие друзья, не проходите действительно мимо. Делайте репосты. Вы сами видите, что это превращается. То есть мы пришли, старались, честно знали. Не то, что там случайно. Знали о том, что здесь нефть. Я которого предупредил. Пытались не наступать. Но где-то влезли. Причем влезли конкретно. Мы теперь уходим, ноги пытаемся оттереть. Потому что у меня, допустим, нет с собой носков, чтобы кроссовки одеть. И если я одену, я убью подошву. Ой, господи, господи. Идешь еще и по свалке, по береговой линии. Смотришь на это все. И думаешь, господи, куда она всех несет. Я вот еще вижу, что здесь что-то черное. Не знаю, камера передастся или нет. Какая-то вот полоса. Нет, это водоросли. Слава богу. Смысл такой. Если не поднимать шум, то мы также не увидим никаких уборок. Потому что ни в одних новостях не было сказано о том, что у нас здесь экологическая катастрофа происходит. Не о мертвых птицах в нефти. Ничего. Просто тишина. Знаете, такая прям. У нас все хорошо. Готовимся к хорошему сезону. Смотришь в Азурный берег. Мне стало, чтобы берег свой убирать. Пляж выставляют. Как такое в нашей стране возможно? Все равно приедут. Мне хочется, чтобы люди приезжали, получали качественный отдых. Было все хорошо. У нас идет разговор о том, что будут получены некоторыми пляжами голубые флаги. Я стою на свалке на пляже, ноги в нефти, и не могу поверить тому, что такие вообще вещи слышу. Ведь самый главный критерий голубого флага – это чистое море. Где? Я вчера был на центральном пляже Анапы возле речки Анапки, напротив Гранд Боттеля Анапы. Они свой пляж перепахали, типа, и все хорошо, ничего нет. А рядом выходишь, и вся эта нефть лежит. То есть там также люди будут идти, особенно, когда температура воздуха поднимется. Это все начнет таять, так сказать, мазут. И будут люди в ней пачкаться. Еще очень важный момент, что мне говорят, это не нефть, это мазут, это не мазут, это там то-то. Ребята, нефтепродукты, без разницы что, и это очень вредно для нашего моря. В общем, очень прошу, не проходите мимо, сделайте репост. И, друзья, только вместе мы сила. С вами был Юрий Озаровский. Спасибо за внимание. Всем до свидания. И морешка вам, ребят. И не забывайте подписаться. Яндекс.Дзен Юрий Озаровский, ВКонтакте Юрий Озаровский, группа есть в ВКонтакте Юрий Озаровский. В общем, везде жду. Вместе только, ребят, можем с этим справиться. ВКонтакте Юрий Озаровский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова